На экстренном заседании Совбезу ООН Владимир Зеленский назвал очередной российский массированный удар по украинской инфраструктуре преступлением против человечности. После того, как Европарламент назвал Россию спонсором терроризма, его веб-сайт стал недоступен. Пресс-секретарь объяснил это дидо с атакой извне. Мотив 30-летнего Андрея Бинга, застрелившего накануне 6 человек в супермаркете Walmart в американском штате Виргиния, а затем покончившего с собой, остается неизвестным. В условиях высокой конкуренции Европейское космическое агентство резко увеличило бюджет. В Париже публике представили 5 новых астронавтов. Владимир Зеленский назвал обстрелы украинской инфраструктуры преступлением против человечности. Накануне Россия нанесла очередной массированный удар по и так находящейся в критическом состоянии энергосистеме страны, снова лишив миллиона людей света и воды. По данным властей, как минимум 10 человек погибли. На созванном по инициативе Киева экстренном заседании СовбезООН президент Украины призвал поддержать резолюцию, осуждающую любую форму энергетического террора. Также, по словам Зеленского, имеющая право вето, Россия не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины. Энергетический террор совпоставим с применением оружия массового поражения. Когда у нас температура ниже нуля и десятки миллионов людей без энергоснабжения, без отопления, без воды, это очевидное преступление против человечности. В США обвинили президента Путина в том, что он явно использует зиму для причинения огромных страданий украинскому народу. Постпред России при ООН отверг то, что он назвал безрассудными угрозами и ультиматумами со стороны Украины и ее союзников на Западе. В свою очередь, Европарламент отреагировал на бедственное положение украинского населения. Его президент Роберто Мицоло выступил с инициативой «Генераторы надежды». Суть кампании – призыв к европейским городам пожертвовать электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь украинцам пережить предстоящую суровую зиму. В Киеве считают, что президент Путин через страдания, связанные с отключением электричества и неотапливаемыми домами, хочет ослабить поддержку продолжения войны. Но власти заверяют, что это только укрепляет дух украинцев. Официальный интернет-сайт Европарламента стал в среду временно недоступен для пользователей. «Мы подверглись нападению извне, которое стало самым изощренным в недавней истории», – сказал корреспонденту Евроньюс один депутат. А спикер Роберто Мицоло сообщил, что ответственность за эту кибератаку взяла на себя прокремлевская хакерская группировка. Главный пресс-секретарь Европарламента Жауми Дуч уточнил в Твиттере, на работу сайта повлиял высокий уровень внешнего сетевого трафика. Это событие имеет отношение к дидос-атаке, то есть к отказу от обслуживания. По заявлению самих хакеров, они осуществили эту атаку на Европарламент, не дестабилизируя работу организации изнутри. За пару часов до этого депутаты подавляющим большинством проголосовали в Страсбурге за то, чтобы признать Россию государством спонсором терроризма и государством, применяющим террористические методы. Эту резолюцию приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты Государственной Думы России приняли во втором чтении законопроекты, направленные на полный запрет распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. За нарушение запрета теперь уже среди лиц любого возраста предусматривается штраф от 50 до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для юридических лиц. Мы не запрещаем и не можем запретить сами явления как-то LGBT, но пропаганду подобных явлений в молодежной среде, в первую очередь, на которых такая пропаганда нацелена, это необходимо остановить. Представители российского ЛГБТ-сообщества называют законопроекты дискриминационными. Фонд «Сфера» организовал интернет-компанию под лозунгом «Скажи нет государственной гомофобии». Отменить закон о гей-пропаганде призывают и многие правозащитные организации, включая Human Rights Watch и Amnesty International. Мотив 30-летнего Андре Бинга, застрелившего накануне 6 человек в супермаркете Walmart в американском штате Виргиния, а затем покончившего с собой, пока остается неизвестным. В среду полиция провела обыск в его доме, пытаясь найти что-то, проливающее свет на случившееся, но безрезультатно. Нападавший работал в магазине начальником ночной смены с 2010 года, сообщили в руководстве торговой сети. В момент нападения он был вооружен пистолетом и имел несколько магазинов. По рассказам очевидцев, он открыл огонь, не произнеся ни слова. Нападение произошло накануне одного из самых почитаемых в США праздников – Дня Благодарения. Президент Джо Байден выразил соболезнование в связи с, цитата, «ужасным и бессмысленным актом насилия». Накануне одного из праздников, в котором мы больше всего дорожим. Еще больше столов по всей стране останутся пустыми, говорится в его заявлении. Нападение в Виргинии – третье за последнюю неделю в США. Четыре дня назад в результате стрельбы в Колорадо-Спрингс в клубе ЛГБТ погибли пять человек и 18 получили ранения. Неделю назад также в Виргинии три члена команды университета по американскому футболу были убиты бывшим товарищем. Оторваться от Земли на 17 миллиардов евро. Новый бюджет Европейского космического агентства, который по итогам переговоров в Париже приняли 22 страны-участницы организации, на 17% превышает бюджет трех последних лет. Министр экономики Франции Брено Лемер назвал соглашение «большим успехом», выходящим, цитата, «за рамки ожиданий». Париж берет на себя финансирование объемом более трех миллиардов. Взносы других стран пока неизвестны. Средства будут в частности направлены на исследования космоса, наблюдения Земли, программу мониторинга климатических изменений, разработки ракет-носителей «Вега-Ц» и «Ариан-6». По словам главы организации Йозефа Ашбахера, увеличение бюджета, несмотря на накрывшую ЕС-инфляцию, позволит эффективнее противостоять конкуренции США и Китая. Для сравнения, бюджет НАСА более чем в четыре раза превышает европейский. Только в этом году он составил около 25 миллиардов евро. В Большом эфемерном дворце на Марсовом поле в Париже публике представили пять новых европейских астронавтов – француженку, испанца, британку, бельгийца и швейцарца, а также 12 резервистов, включая одного пара астронавта. Их выбрали из 22,5 тысяч кандидатов. Рождественская иллюминация в Берлине в этом году включается лишь на несколько часов, каждый вечер и только на основной автомобильной магистрали города – бульваре Курфюрстендам. Популярным у горожан и туристов месте для прогулок, покупок и развлечений. В связи с энергетическим кризисом правительство Берлина отказалось от финансирования праздника, и все расходы за электричество взяли на себя спонсоры и меценаты. Традиция праздничного освещения существует уже много десятилетий, поэтому тем более важно, особенно в это трудное кризисное время, чтобы огни снова сияли и давали нам надежду. 140 тысяч энергосберегающих светодиодных лампочек зажигаются на центральной улице Берлина с 4 до 10 часов вечера. Мы вовсе не хотим затемнять, но также хотим показать – жизнь продолжается. Надейтесь. Несмотря на высокие цены на электроэнергию, местным предпринимателям сейчас как никогда важно создать сказочную атмосферу праздника, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Верховный суд США отклонил прошение бывшего президента Дональда Трампа не предоставлять его налоговые декларации Конгрессу, который на тот момент находился под контролем демократов. Трамп был обязан обнародовать документы сразу же после избрания еще в 2017 году. Декларации необходимы комитету для проверки и исполнения налоговых предписаний и по закону должны быть в обязательном порядке, представлены каждым президентом США. Через год после самоубийства молодого судьи на севере Франции адвокаты и сотрудники магистратов собрались на акцию протеста перед зданием Верховного суда в Париже. В постоянных проблемах с психическим здоровьем у юристов они винят непосильную нагрузку и выгорание. Смерть судьи вынудила правительству повысить заработную плату и увеличить штат сотрудников. Профсоюзы считают, что реформы притворяются в жизнь слишком медленно и система правосудия Франции находится под угрозой. Еще один неудачный старт фаворитов. Несмотря на многочисленные атаки и владения мячом, Германия проиграла Японии со счетом 1-2. Маншафт доминировала в первом тайме. На 33-й минуте полузащитник ЛК Гюндаган успешно реализовал пенальти. На 75-й минуте японцы сравняли счет благодаря голу Рицу Дуана, а на 83-й минуте Такума Асана обеспечил синим самураем победу и лидерство в группе Е. Японские футболисты впервые в истории обыграли сборную Германии. Редактор субтитров А.Семкин